ты именно тот дагестан который я хотела увидеть тишина красота и вообще мы забрались какую-то самую высоту и удивительно что здесь живут люди и вот там будем сегодня ночевать вот это день нереально круто оно того стоило все-таки всем привет вы на канале путешествия с азартом и это видео про дагестан стоит ли очередной раз говорить о том что пандемия переиграла многое особенно в сфере туризма внутренний туризм наверное никогда раньше не испытывал такого подъема как сейчас разве что во времена советского союза и за это время вы наверняка в лентах соцсети в лентах своих друзей в различных блогах видели очень много новых интересных мест о которых раньше вы ничего не знали ну как не знали не думали об этих местах как о месте проведения своего будущего отпуска даже популярные орел и решка сделали целый сезон на россии но лично для нас таким направлением стал дагестан летом 2021 года мы провели там свой отпуск и на главный вопрос стоит ли ехать туда отдыхать мы с уверенностью можем сказать стоит и в этом видео мы собрали для вас топ 5 причин поехать в дагестан причина первое дагестан это россия да это важно во первых действительно не все знают что республика дагестан входит состав россии и сюда не нужны визы и не нужно сдавать по цртс по возвращению в родной город естественно валюта рубль а еще например можно не поместившиеся в багаж сувениры отправить самому себе почта россии официальным языком является русский кстати также в республике официальный статус носят еще 14 языков а общее их количество приближается к сотне жилье как обычно бронируем на букинге добраться до столицы республики города махачкала можно не только из москвы и санкт-петербурга но из многих других городов россии также можно приехать на поезде или собственном автомобиле причина вторая и наиболее очевидная это природа невероятные виды горного дагестана точно не оставят никого равнодушным вообще я в полнейшем восторге это именно тот дагестан который я хотела увидеть доехала сюда вот такие вот невероятные горные пейзажи переходящие где-то в поля в какие-то такие вот места красиво где пасутся коровы где такая потрясающая природа тишина красота в общем это очень очень круто люди живут в такой красоте просто невероятно вас ждут горы и долины и конечно же поражающий своим масштабом красотой и цветом воды сулакский каньё конечно поражает и глубина и размер масштаб и цвет невероятный вид шикарный прям нереально круто ну вообще пообедать выпить чай с таким видом это дорогого стоит а еще вы сможете увидеть неизвестно откуда появившийся уголок настоящей пустыни бархан сары кум вот по этой дорожке мы шли вроде кажется близко а на самом деле нет так же как и кажется когда едешь по дороге что бархан маленький а когда подъезжаешь и начинаешь подниматься понимаешь что нет это мощь в копилку впечатлений обязательно добавьте водопады мы побывали на салтинских подземных водопадах конечно это очень впечатляет что вода многие многие тысячелетия проложила себе такой путь а сейчас она это место покинула поэтому ничего не бывает постоянного есть еще несколько водопадов которые заслуживают внимание и стоят того чтобы до них доехать особенно водопад табет пейзажи невозможно представить без животных это можно было бы даже выделить в отдельный пункт горных районах дагестана вы сможете полюбоваться и погладить коров кос и барашков просто идеально кому-то это покажется странным но нам как городским жителям такое общение с природой доставило массу впечатлений и положительных эмоций нет я плохую сорвала да не то что ты ешь держи они такую не едят длинную какие красивые отдых в дагестане это не только горы но еще и море республика расположена на берегу каспия море озеро ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению как его правильно классифицировать летом дагестане можно полежать на пляже погреться на солнышке поплавать в полусоленой воде каспийского моря идеальной локацией станет город из бирбаш пляже есть и в каспийске и в дербенте махачкале городской пляж не совсем комфортен для туристов чтобы никого не смущать и спокойно ходить купальники мы отправились на закрытый пляж на базу отдыха джами что я могу сказать что такой формат пляжа максимально комфортно потому что вы все таки дуристический пляж и купаясь в купальнике вы не будете смущать местных жителей и спасателей что очень важно так как в каспийском море бывает опасное донное течение и очень хорошо когда отслеживают такие явления есть люди которые могут во-первых оказать помощь и вовремя сказать что вылезать из воды и сейчас не самое лучшее время на купание третья причина история дагестан это место самобытной культурой и богатой истории здесь республики вы сможете увидеть много исторических достопримечательностей часть из них связаны и с религией так в дербенте находится старейшая джума мечеть и остатки христианских храмов третьем веке здесь исповедовали христианство третьего по седьмой седьмом когда арабский халифат разросся по всему востоку потом уже на каукад пришли ну насаждали до равнинных частях уже ислам приняли а в горах высоко в горах там вам сразу не принимали магала дербента это живые свидетели тысячелетий когда-то грозные крепости и цитадели теперь тоже не воюют а лишь повествует берите местного гида и проникнитесь местом до глубины души здесь после завершения кавказской войны стоял царский гарнизон вот там крепостная стена там проходит наверху куда мы сейчас будем подниматься такая серпантинная дорога в чем мы забросили какую-то самую высоту и удивительно что здесь живут люди но вообще это очень конечно известные исторические места и теперь вот про кавказскую войну хочется почитать их художественные произведения исторические они становятся более наглядными какими-то как-то ближе и уже как-то не отстранена какая-то кавказская война уже как-то вот интересно хочется понять в чем-то вообще было дело но не менее интересны истории простых людей и истории заброшенных аулов таких аулов по дагестану десятки мы посетили самый известный и по туристической раскрученный аул призрак гамсутри сегодня наша вторая попытка попасть в гамсутри идет маленький дождь но мы не сдаемся частично сейчас мы поедем на машине нас подвезут для какой-то точки а дальше мы пойдем пешком вот куда-то туда есть еще вариант подняться на лошади но как-то мы не захотели да мы не захотели ехать по горным дорогам на лошади и пойдем пешком идет наша группа не сдается действительно село оно и так село призрак да считается но сегодня мы здесь как призраки потому что такой туман такой дождь здесь в этом селе раньше кипела жизнь до была школа начальная потом медпункт клуб там небольшой даже мечеть там все было от мечети осталось что-нибудь там как домик он такой неплохо на сравнение мечеть или большую мечеть такой символически 1980 года начался основной отток населения с тех пор здесь жили вот эти два человека в одном доме вот эта женщина до выделяй в другом доме абду джалил а Это они так жили. Представляешь, да? Это они вот с таким вот видом. Там вот посреди дома прям торчит кусок скалы. Конечно, очень интересно было бы посмотреть, как это устроено было все внутри, с мебелью, с какими-то бытовыми вещами. Ну, конечно, по домам лазить, говорят, уже опасно, потому что они все очень ветхие. Могут быть обрушения. Мне очень нравится. Особенно сейчас, когда тучи рассеялись, дождь перестал. Прямо вот 210 лет. То, что мы шеем сквозь облака, сквозь дождь, оно того стоило все-таки. Четвертая причина – кухня. Как и вся кавказская кухня, кухня народа Дагестана изобилует мясными блюдами. Кажется, мы немножко не подрассчитали. А на чистых горных реках форелевое хозяйство выращивают рыбу. В Махачкале мы очень рекомендуем посетить ресторан национальной кухни «Инт». Это меню можно читать книжку, просто узнавать какие-то интересные моменты про национальный блюд, про кухню, про специфику подготовки. Здесь огромное количество просто местных блюд. Горский суп, буза. Я таких названий, на самом деле, даже никогда не слышала. Из интересного здесь мы попробовали аутентичный напиток буза и разные виды хинкала. Ну и даже для вегетарианцев здесь будет чем себя побаловать. Я пробую блюдо, которое я, наверное, ждала очень-очень долго. Как ни перед такой поездкой обычно, это персиковая каша. Национальное блюдо, которое подается сурбичом. Урбичное такое творение из орехов. Позже, когда мы останавливались на ночевку в Гунибе, эту аварскую абрикосовую кашу нам готовила хозяйка дома Патимадзе, что ей отдельное спасибо. Вот здесь спускаемся, вот с зеленой крышей дом стоит, вот так вот. Ага, да. И вот там мы будем сегодня ночевать. Класс. В общем, скажу так, если вы попробовали такую настоящую домашнюю кашу сурбичом, то считайте, что вы уже не зря приехали в Гунибе. Пятая причина – гостеприимство. Этот пункт мог бы быть первым, но хочется им завершить. За дни, проведенные здесь, мы много раз убедились, что кавказское гостеприимство – это не просто устойчивое выражение. Ребята, здесь ваши шотчики аннуливые, все, то есть там шагомерят, там, не знаю, диеты, вот так есть на самом деле. Многие приехали, они просто говорили, наши эмоции год не успевают за тем, чтобы вот это все раздеревали. Это искренние улыбки и забота. Это открытость и щедрость. Местное гостеприимство с лихвой компенсирует еще неразвитую инфраструктуру и другие негативные моменты. Путешествуйте с открытым сердцем, и вы всегда вернетесь с самыми главными сокровищами – с впечатлениями. Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, здорово, если это видео оказалось для вас полезным. Все ссылки вы, как обычно, найдете в описании под видео. Делитесь им с теми, кто планирует свой отпуск в Дагестане. Мы будем очень рады новым подписчикам, обратной связи и вашим комментариям. И до встречи в новых путешествиях! Путешествуйте с азартом, путешествуйте много, не сидите на месте, не поддавайтесь лене, не поддавайтесь в плохой погоде. Да, всегда за облаками будет солнце.